ДИАЛОГ КУЛЬТУР Здравствуйте! Добрый день! Вы живете в Санкт-Петербурге. Но очень часто приезжаете на родину, сюда, в Казахстан. И приезжаете не просто так, а приезжаете с замечательными культурными проектами. Это длится многие десятилетия, эта связь не прерывается. Вот интересно, с чего это началось и как? Дело в том, что я уехала в Петербург учиться, в Ленинград еще. Там вышла замуж, у меня семья, дети и так далее. Но здесь остались мои родные, мои родители. А последние годы, когда мой папа ушел в 99-м году, осталась его вторая жена, моя вторая мама. Вот Рабигас Исдык, известный ученый, академик. Но она, к счастью, прожила долгую жизнь. Казахша из Хандай, в общем, ей было почти 100 лет уже. А поскольку я ездила туда-сюда, тут мне пришла в голову мысль, что почему бы я езжу просто так, порожняком. Дай-ка что-нибудь интересное я придумаю, организую. Тем более, живя в Санкт-Петербурге, ну, как-то я обрела многие связи, знакомства среди интересных людей, в том числе и художников, искусствоведов. И вот как-то так вот пришла идея привезти сюда выставку ленинградского, петербургского художника. И первый мой проект, это был 2007 год, я привезла в музей Костеева замечательного питерского художника Ароны Зинштейна. А вот, кстати, остался его каталожик, который мы здесь издали. И далее вот пошли следующие проекты и так далее. Совсем недавно, это то, с чего началось. А совсем недавно, вот буквально несколько недель назад, закончилась тоже замечательная выставка, которую вы организовали. И посвятили вы ее памяти Геннадия Зубкова. Весной этого года он ушел из жизни. И, насколько я знаю, то есть он ученик и последователь еще одного известного художника, тоже вами любимого, Владимира Стерлигова. И вот получается, что вы привезли эту выставку сюда, в город, который для них обоих в свое время был таким местом вдохновения. И, ну, как сейчас модно говорить, местом силы. Ну, да, вы правы, говоря о том, что Алматы действительно это особый город в биографии этих художников. Ну, в первую очередь, конечно, Владимира Васильевича Стерлигова. А в музее Костеева, в фондах хранятся работы Стерлигова, вот опять-таки, алматинского периода, Стерлиговой и Глебовой, которые в свое время целенаправленно даже закупали вот у наследников семьи Стерлигова. А у Татьяны Николаевны, кстати, она тогда еще жива была. Что-то она подарила музею, что-то они взяли на хранение. Ну, тут, наверное, надо сказать-таки пару слов о том, что он друг и тоже последователь, да, Казимира? Он ученик. Ученик. Да, он ученик, безусловно, он ученик. Казимира Малевича, да? Ну, если вы помните, то есть в 20-х годах как раз-таки вот эти новые течения, авангард, он, в общем, поддерживался, там, скажем, революционными, так сказать, властями советскими. То есть это считалось прогрессивно. Но потом в 30-е годы там возобладали уже другие тенденции. И, скажем, вот ученики Малевича, ну и в том числе Стерлигов тоже, вот Виры Ермолаевой, они пострадали. Они попали в ГУЛАГ, поскольку их обвинили тоже в формализме, там, антисоветской деятельности и так далее. Ну, это вот печальная действительность, которую вы все знаете. И вот попав в Карлак, в его жизнь вошел, как бы, Казахстан, вот с его просторами, с его такими невероятными тоже какими-то пейзажами и красками. Да, то есть он был в Карлаке, затем, когда освободился, он уже накануне войны, ну, затем попал на фронт, и там он был очень серьезно ранен. У него была контузия, и оказался в Алматы в эвакуации. И вот здесь, в Алматы, он как раз, вот как он всегда и говорил своим ученикам, своим, так сказать, последователям, действительно, он как бы вернулся к жизни. То есть он после долгого перерыва, он опять взял в руки карандаш, взял в руки кисти, он стал работать, стал рисовать. И здесь он встретил, опять-таки, Татьяну Николаевну Глебову. Они были с ним знакомы по Ленинграду, но так, в общем-то, не были близки. А именно в нашем городе они соединили свои судьбы. Это тоже такой очень знаменательный знак. И вот для них, конечно, Алматы – это город, где они обрели новую жизнь, новые силы для дальнейшего творчества. Была в вашей жизни еще одна выставка, которую вы курировали, и проходила она в Санкт-Петербурге. Это казахи в Санкт-Петербурге, 18-й, начало 20-го века. И на ней посетители очень много узнали нового, а вас, насколько я могу понимать из ваших постов в соцсетях, ждало что-то новое, какое-то открытие, и вообще какие-то свои совершенно непредсказуемые открытия в ходе подготовки этой выставки. Да, спасибо, что вы вспомнили этот проект. Действительно, он очень знаковый, значимый для меня. И идея этой выставки, вообще этого проекта, принадлежала мне и директору музея Достоевского в Санкт-Петербурге Наталье Тумбаевна Шимбаевой. Ну, как вы понимаете, да, это вот дочь Тумбаева, великого нашего ученого. Он возглавлял в свое время институт экономисты, экономики. Главная идея была это найти в архивах, которых, опять-таки, очень много в Санкт-Петербурге, материалы, те или иные данные, которые связаны с теми или иными личностями, с казахами, которые находились в Санкт-Петербурге. И действительно, мы многое нашли, было много материалов, в частности, ну, вот отдельно у нас была тема казахи-студенты Санкт-Петербургских вузов. И среди них, кстати, ну, те люди, которые сейчас составляют гордость истории нашей страны, там, Алихан Бакиханов, Хаджан Пнышпаев, там, Жакоб Акпаев, ну, и так далее. То есть это, они были там студентами, учились в разных вузах, там, Асанжар Асфиндяров, там, Ахалюль Асмахаметов и так далее. То есть это вот просто действительно целая плеяда замечательных людей. И вдруг я понимаю, да, они ходили по этим улицам, они здесь учились, они вот здесь общались и так далее. Ну, какое-то новое восприятие даже того же Санкт-Петербурга. Для меня вот он стал роднее, так скажем. Вот. И, ну, и отдельная тема, которой вот лично я уже занималась, это, конечно, Шухан Валиханов в Санкт-Петербурге. Ну, известно, что они дружили с Фёдором Михайловичем и действительно сохранились и письма и так далее. И самое главное, что в Петербурге хранится архив. В Академии наук хранится архив Шуханова-Лиханова под номером 23, которым я провела, ну, не знаю, больше полугода, наверное, это точно. То есть у меня, ну, это вызвало просто какой-то вот огромный интерес. Мне было любопытно понять, вот, вычислить, выявить круг общения Шухана в Петербурге. Вот адреса, по которому бывал, вот, то есть вот понять, чем он там занимался. И вот в результате вот этих всех изысканий, вот, появилась даже книга. И, кстати, вот в соавторстве с, ну, я считаю, величайшим достоеведом, по-настоящему глубоким учёным Борисом Николаевичем Тихомировым, он является замдиректора Музея Достоевского по научной работе. И вот вышла вот эта книга Шуханова-Лиханова в Санкт-Петербурге, вышла эта книга в 2009 году. И, кстати, тогда, вот в том 2009 году, наш проект поддержала Министерство культуры Казахстана. Вот, и это было очень здорово, потому что именно благодаря... Вот, и, кстати, в частности, лично Мухтаркул Мухаммед, Мухтарк Абрарула, я ему очень благодарна, потому что, естественно, без такой поддержки мы бы, наверное, не справились, ничего бы не получилось. И, конечно, вот то, что вышла эта книга, сюда мы включили вот все, вот, архивный материал, очень много каких-то редких документов и так далее. Вот, в частности, кстати, тоже было любопытно. Я вот опубликовала здесь вот некое такое айратское письмо, вот, Тоду Бичик. Это вот как бы то, что я нашла в Алиханово, в архиве. Я нашла его ученические тетрадки, я поняла, что он изучал монгольский язык. И, в общем, опубликовала, вот, не зная, что это. И потом вдруг вот Ирина Викторовна Ерофеева, наверное, знакомо вам это имя, замечательный историк. И она мне вдруг говорит, Махпала, ты знаешь, что ты совершила открытие? Я говорю, это как? Она говорит, это письмо Галдан Сирена. То есть это действительно очень такой интересный исторический документ. Но она в свое время, в 85-м году, когда она готовила вот очередной тоже многотомник, еще Алькей Маргулан был тогда, вот это вышло под редакцию Алькеры Маргулана, этот пятитомник. И она как раз тоже сидела в архиве у Шухана Валиханова, и она не увидела этот документ. И вот, ну как же ты уверен? На имена она, по-моему, по-разному писала, что именно Махпал смогла увидеть в архивах то, чего не могли многие десятилетия найти другие. Ну вот, видите, а мне казалось, что это, ну я не знаю, мне даже порой казалось, что вот Шухан где-то рядом стоит, и он мне подсказывает, а ты там посмотри, ты там. Вот именно работа в архивах, кстати сказать, если, ну у нас передача называется «Вечные ценности». Вот, и я хотела как раз добавить о работах в архиве. То есть это действительно, ну это такой источник невероятных каких-то приключений даже, можно сказать. То есть я чувствовала себя вот как вот, я не знаю, как это назвать, то есть для меня это было действительно... Такое перевоплощение, да? Да, то есть это вот как будто ты на машине времени оказываешь вот именно там, именно в это время, и ты вдруг уже включаешься в эти события, ты понимаешь вот, что происходит, вот этот контекст времени, ты лучше понимаешь, и время это лучше понимаешь. Вот архивы, это, конечно, невероятно. Ну да, и, ну, видите, не все люди могут, умеют работать в архивах, кто-то ленится, кому-то это не дано. Ну вот благодаря вам, да, открываются какие-то новые факты. Ну мы все знаем о Шакане Валиханове, да, и это тоже просто национальный герой Казахстана. И если бы так вот уложить, приложить, вернее, на себя, да, за столь короткую жизнь, очень яркую. И по сути, вот если на сегодняшний день это перекладывается, ну это еще ребенок, это 20 лет, это 30 лет, да, это совершенно молодой человек, который сделал столько, это же интересно познавать. Безусловно. С ваших слов я знаю, что именно вот эту книгу включили в полное собрание сочинений, да? Ну нет, это не полное собрание, вот это очередное издание было в 15-м году, по-моему, вот издали восьмитомник, посвященный вот очередной дате круглой Шакана. И да, ее включили в этот восьмитомник, ну там в последнем восьмом томе были опубликованы труды о Шакане, которые как-то когда-то не были ранее опубликованы. Ну а теперь вот у меня как раз мысль и идея опубликовать уже отдельным изданием эту книгу в Казахстане. Более того, есть замечательный перевод на казахский язык, который выполнила вот ученица моей мамы Рабиги Сыздык, Гульнар Муратова. Просто уже такой вот, не знаю, финальной точкой в том, что вот архивы Шакана Валиханова вернулись на родину и вернулись в оригинале. Если мы вернемся к выставке 2009 года, ну я думаю наверняка и в этой книге, то там впервые увидели фотографию, которую вы сами назвали уникальной. Это фотография, где вместе изображены Шакан Валиханов и Федор Достоевский. А вот в чем уникальность этой фотографии? Ну об этом это на самом деле сказал не я, что это уникальная фотография. Сказал именно Борис Николаевич Тихомиров, который действительно досконально знает всю биографию Федора Михайловича, который знает все фотографии, все, что связано с этим именем. И он пишет о том, что это действительно единственная фотография парная, где он с кем-то вдвоем, то есть ни с женой, ни с друзьями, ни с братьями, то есть ни с кем он вдвоем не фотографировался, а именно с Шуканом. То есть о чем это говорит? Очевидно все-таки в каком-то особом отношении Федора Михайловича к этому юному и такому талантливому молодому человеку. И действительно образ Шукана, он остался надолго в памяти Федора Михайловича. Он даже какие-то черты характера давал своим героям и так далее. То есть об этом тоже есть исследование. Вы сказали, что вот как-то я увидела, как-то мне понравилось, вот все так сложилось, и вот вы занялись. Но если мы говорим о выставке Зубкова, да, то есть о последователе, это авангардизм, да, это, ну, такое отдельное направление, своеобразное направление искусства, которое многие не понимают. И вообще люди в большинстве своем, они как бы, когда не знают и не понимают, ну, вроде как, ну, да, есть новые модные направления, надо, но я же не понимаю, я боюсь, я лучше не пойду. А вот как не бояться и как вот научиться это понимать? И нужно ли понимать? Ну, наверное, для начала надо просто захотеть. Вот тебе хочется что-то понять, ну, естественно, наверное, надо приложить какие-то усилия. Может быть, книжки почитать там, опять-таки. Ну, на самом деле, чтобы что-то понять, нужно захотеть, во-первых. И, ну, и потом, чтобы читать книгу, нужно просто знать алфавит, да, нужно знать буквы, как их складывать в слова и так далее. То есть вам какие-то первоначальные знания, безусловно, нужны. И если мы хотим в чем-то разбираться, нужно вот хотя бы какую-то вот ступень пройти, подготовку какую-то. Ну, допустим, придя, наверное, не Саш, на выставку, понимаешь, что, допустим, ну, там, это модно или это действительно там очень известный художник, но ты не понимаешь, вот насколько незазорно подойти к куратору, к смотрителям и спросить, пожалуйста, объясните ему. Абсолютно не зазорно. Более того, это как раз это правильно. И вообще, более того, это приветствуется, я считаю, это хорошо. А вообще, а стоит ли трактовать современное искусство или не нужно? Ну, вы знаете, конечно, стоит, безусловно. И, ну, и тем не менее, вот и даже современное искусство, оно тоже имеет какие-то свои истоки, свои корни, свои какие-то, ну, те же, опять-таки, школы и так далее. Все это для понимания, это важно. Потом современное искусство, скажем, сейчас очень, ну, есть такой термин, как актуальное искусство, это то, что, ну, скажем, важно сейчас и здесь, вот какие-то поднимают темы, это тоже имеет право на существование, почему нет. И, ну, есть, вот, скажем, и постмодернизм и так далее. То есть это уже какие-то явления, которые, ну, это неизбежно, оно должно быть, и оно, поскольку жизнь не стоит на месте, все развивается, и все должно, как говорится, иметь свое продолжение. Ну, вот мне хочется вспомнить, знаете, такой эпизод, ну, может быть, где-то это будет, так сказать, интересно, потому что как-то в 17-м году я была в городе Касселе, вы знаете этот город Германии, где проходят каждые пять лет, так называемые документы, это вот фестиваль и выставка современного искусства. Там очень много самых разнообразных каких-то вот экспонатов, там каких-то инсталляций и так далее, было здорово. Ну, и все это заставляло думать, вот, то есть, собственно, в чем, конечно, вот, мне кажется, миссия вот художника и искусства, это именно рождать какие-то новые смыслы и заставлять людей о чем-то задуматься, вот, как мне кажется, есть по-простому, вот. Но потом я зашла в там замок, где хранится у них коллекция Рембрандта, и вот я села, там, замечательный портрет Саски, причем он написал ее уже как бы посмирно, то есть, ну, прекрасный портрет его любимой жены. Вот я засмотрелась, сидела рядом со мной, молодой человек, который вот уткнулся в свой гаджет, и он даже не замечал и не видел, что перед ним, вот. Ну, понятно, это сейчас в основном так, вот, молодежь вот она вся в основном там, вот. А потом вдруг он на меня обратил внимание и вот заметил, что я смотрю на стену. И он тоже перевел взгляд на стену, и я видела его реакцию, то есть он просто оцепенел, он вдруг вот стал всматриваться, вглядываться в эту работу, в эту картину, в эту Саски. И вот он застыл, и такое было на лице и удивление, и где-то, и восторг. Я думаю, подумала, боже мой, вот это и есть, наверное, ну, как говорится, настоящее искусство, которое вот оно заставило, ну, человек, который его замечает, он вдруг вот, он не может уже от этого, как говорится, так вот, легко уйти. И то, что вот его взгляд, он был очень, так сказать, красноречив. Я порадоваюсь за него, честно говоря. Вот, наверное, многие так приходят, потому что вы правы, что сегодня вот в этот век технического прогресса, да, который каждый день меняется, эти гаджеты, которые просто поглощают абсолютно всех, но, тем не менее, искусство, ну, как бы небанально изучала эта фраза, оно вечно, и библиотеки, и театры, и выставки. Это всё останется, и оно всё равно будет востребовано. Я думаю, да. Более того, вот, скажем, вот бумажная цивилизация, вот, скажем, если взять древний Китай, да, до нас дошли вот эти древнейшие манускрипты, именно благодаря тому, что они в своё время вот изобрели бумагу и вот книгопечатание и так далее. А вот эти вот то, что вот там на камнях там выбивалось, вот эти майянские там или вот египетские, всё, к сожалению, оно, ну, не дошло вот в такой, в полном объёме, вот как, скажем, та же китайская бумажная цивилизация. То есть и вот это величайшее достижение, вот бумажная цивилизация, потому что, опять-таки, вот гаджеты. Хорошо, но всё это хранится где-то в облаке там, ну, это всё может в какой-то момент вдруг вот куда-то исчезнуть там, ну, не знаю, как говорится, хакнуться или, скажем, опять-таки, вдруг не будет там света, ну, и наступит конец света. И что тогда? То есть это вот всё исчезнет, а то, что вот можно потрогать, то, что можно самому вот убить... Потрогать, посмотреть, да, ощутить. Вот наяву и вот вживую, как говорится. Вот это, конечно, очень важно. То есть, ну, и оно останется, это... И более того, мне кажется, с годами будет приобретать ещё большую ценность. Ещё хотела поговорить об одной очень важной стороне вашей жизни. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения вашей мамы Ганикамал Баубековой. И история её жизни, она просто удивительна и уникальна. И когда ты её узнаёшь, ты понимаешь, что она была совершенно неординарным человеком, да, удивительной женщиной. Потому что, ну, долго рассказывать, и многие знают эту историю, но тем не менее, она вот, она притягивала к себе людей, да, и великих людей. Если мы говорим о вашем папе, да, народный артист Казахстана, правильно? Правильно. Шахан Мусин. Ваш отчим, народный герой Бауржана Мышовой. И эти великие мужчины, они её любили, да, и они любили всех детей. Это была большая семья. Вот можно немного о маме? Ну, спасибо большое, что вы заговорили о ней. Да, вот как я уже сказала, у меня было две мамы. Вторая мама, вот с которой я недавно распрощалась. А моя родная мама, да, ей в этом году исполнилось бы 100 лет, ну, уже 21 марта. Да, а ушла она, к сожалению, рано, в 73-м году, в возрасте всего 52-х лет. Вот я сейчас вдруг понимаю, что это очень рано, на самом деле. Да, у неё судьба была необычной, так скажем. И, кстати, вот тоже, может быть, символично то, что на канале Абая ТВ мы с вами не общаемся. Почему? Потому что вот родной мой дед по маме, то есть отец моей мамы, он был близким другом семьи Абая. И он дружил с его сыновьями Абая, и с самим Абаем он был близок. И, кстати говоря, был спонсором, так скажем, первого издания Абая в 1909 году в типографии Бараганского в Санкт-Петербурге. То есть деньги на издание этой книги дал мой дед. Он был, в общем-то, состоятельным человеком. И, кстати говоря, вот именно в его доме, в доме Бигбая Борисова, в 1940 году в семье открылся музей Абая. Вот первый музей Абая открылся в доме моего деда. То есть, ну, вот опять-таки тоже такие какие-то пересечения необычные. И мама моя, да, вот она росла в такой среде, и она была с детства хорошо очень пела. И в 16 лет она победила на Олимпиаде, вот, там, творчество, как самодеятельное творчество, в Симпалатинске. Ее, значит, послали в Алма-Ату, и тут она, значит, поступила в музыкальное училище, и ее взяли даже в филармонию. Она выступала в филармонии. И когда началась война, она с концертной бригадой выезжала на фронт. И вот, видимо, там как раз ее Баукен и увидел, собственно. Ну, она была звездой, она была красавицей. Потом, после войны, она оказалась в Симпалатинске и поступила в театр, выступала в театр. А в Симпалатинск же вернулся мой папа после Колымы. Десять лет он отбыл, значит, свой срок на Колыме. Вернулся в Симпалатинск. Собственно, для него семей был родным городом, потому что он там начинал свой творческий путь. И он там входил, кстати, в первую труппу театра, который в 1934 году организован был, этот театр Симпалатинский. И они его взяли после Колымы. Вот тоже это мне интересно. Как-то вот он, несмотря на то, что он там враг народа, но тем не менее взяли его. И он там играл свои роли. И они вместе выступали в спектакле «Ахан Сера, Ахтохта». Мама, естественно, играла «Ахтохта», папа «Ахан Сера». И они поженились. Это была очень красивая пара, прекрасная. А потом вышел указ, ну, как говорится, печально известный, который гласил, что все, кто были осуждены по 58-й статье, а мой папа был по 58-й статье осужден, враг народа, они все отправляются на вечное поселение в Сибирь. И папу отправили в Сибирь, действительно. Мама поехала вслед за ним через некоторое время. Ну, вот как-то декабристка, как вот говорят так. И там они вместе были. Потом к ней приехала ее сестра родная вот туда вот. Сестра маму забрала в Алмату, потому что там были тяжелейшие уже условия. У детей был рахит, они недоедали и так далее. Маму здесь взяли опять в филармонию. Ей дали здесь комнату в доме артистов. Потом папа вернулся уже в 54-м году, через год после смерти Сталина, вернулся уже в Алмату, приехал к семье. Вот, они воссоединились. Тут в 55-м году я родилась. Ну и, казалось бы, вот все, жизнь, так сказать, стала налаживаться. А потом вдруг вот что-то случилось, и мама вот потом оказалась уже вместе с Баужаном. То есть все-таки вот та, видимо, ну, как бы встреча на фронте, вот эта влюбленность, может быть, это и любовь на самом деле, которую они пронесли вот через столько лет. Получается, ну, 20 лет прошло почти. И вот они решили снова воссоединиться. Ну, это тема тоже отдельной передачи. В прошедствии столько десятилетий, да, жизнь показывает, что у вас есть вторая мама, у вас есть два отца, вы все между собой дружите, общаетесь. И вы, как бы, храните вот эту любовь и историю огромной-огромной семьи. Вот для вас, для самой на сегодняшний день, что такое счастье? Вот просто счастье. Ну, ничего себе вопрос. Ну, знаете, я скажу, в прошлом году я упала очень сильно, сломала руку, ушибла вторую руку. И тогда я поняла, какая я была счастлива, когда у меня были целые обе руки. То есть, оказывается, вот мы, бывает, что мы счастливы, но мы даже не осознаём, что мы счастливы, что вот у нас всё на месте, мы здоровы, все наши близкие здоровы. Вот это оно и есть счастье. Ну, то есть, я хочу сказать, что, наверное, счастье – это, ну, есть только, есть счастье – это когда тебя понимают, да, это вот как-то цитата. Ну, а ещё, может быть, всё-таки, наверное, как сказали бессмертные битлы, это «all you need is love». Вот любовь – это всё, что вам нужно. И когда вы любите, то, соответственно, вот вы счастливы. А любовь, ну, это вот уже каждый, наверное, должен понять, прочувствовать, что такое любовь. Когда ты любишь, когда тебя любят, и любить весь мир, любить всё окружающее, наверное, тогда и тебя будут любить. Ну, вот, и тогда ты будешь счастлив. Так что всё просто. Спасибо вам. Спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами. Дорогие друзья, с нами сегодня была Макпал Шахановна Мусина, искусствовед, переводчик, арт-директор автономной некоммерческой организации «Диалог культуры» Санкт-Петербурга. Это программа «Вечные ценности». Увидимся через неделю. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.